Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, Алексей Архипович Леонов, в гостях у программы «Верую». Здравствуйте. Здравствуйте. Поехали! Вот факт всем известный, но мало кто обращал внимание на одну очень важную духовную деталь, что полет Гагарина был освещен пасхальным светом. Потому что в 1961 году Пасха пришлась на 9 апреля, она была ранняя. И получается так, что Юрий Гагарин в космос взлетел на светлой пасхальной седмице. Никто никогда не обсуждал эту очень важную духовную составляющую первого полета нашего в космос, которая определила нашу космическую славу на много десятилетий вперед. Кто-то скажет, что может быть это совпадение, а кто-то скажет, что не бывает таких совпадений в истории России. А вы как считаете? Ну, если совпадение, то счастливое совпадение. Это надо осознать. Это надо осознать и знать хорошо. Вот этот календарь. Вы можете это сделать, открыть пасхалью, это сделать в компьютере. Посмотреть, когда была Пасха в 1961 году. Она была 9 апреля, а Гагарин взлетал 12-го. На четвертый день. Это значит, каждый день в храмах шли службы, каждый день звучали пасхальные песнопения, и каждый день вот этот возглас «Христос воскресе». И когда Гагарин садился в корабль «Восток» и сказал «поехали», это происходило, возможно, вот именно с этим действием. Наше поколение, у нас же все искоренялось с дошкольного возраста. И вот с сегодняшних позиций я считаю, что это глупость была в масштабе государства. И глупость, которую даже Сталин понял, что это ошибка, то, что объединяло всю жизнь русского человека, вдруг какие-то шарлатаны, а правильно сказать, бесы разрушили. Но почему за ними пошли? Почему? Почему? И когда вот припекло, когда страшно уже стало, так обратился Иосиф Виссарионович. «Братья и сестры, давайте объединимся против врага». Церковь поднялась. Вот что произошло. А дальше стали постепенно-постепенно возрождать то, что было почти что тысяча лет с момента крещения Руси. Ведь кроме пользы-то ничего не было. Религия, православие объединило наш народ. И в этом мощь нашего народа. Сейчас, слава Богу, мы начинаем как-то понимать. Стали воссоздать храмы. Вот мы осуждаем ИГИЛ, что они делают. Но они уничтожали-то храмы другой веры. А почему мы уничтожали храмы нашей веры? Это какими же надо быть людьми, не понимающими ничего, чтобы растоптать и историю, и культуру. А сейчас мы должны за наших дедов расплачиваться. Ну вот смотрите, даже вот в такие годы, тем не менее, Россия несла свой крест, и Москва оставалась сакральным третьим Римом. И Гагарин у нас взлетел под возглас «Христос воскресе». А вот тем не менее, вы же тогда уже входили в отряд космонавтов. Мы с ним пришли в один день. Юрий Гагарин 4 октября пришел до обеда в 59-м году, а я пришел 4 октября после обеда. И с первого дня мы так дальше и пошли вместе. Ну, вы породнены словом «первый», потому что он первый взлетел в космос, а вы первый вышли в открытый космос. Вот если сейчас вспомнить нам светлую личность Юрия Гагарина, которого мы так все любим, главная черта его характера была какая? Вот то, что вы сохранили в своем сердце. Интересно, два года тому назад ко мне попал один документ, да его, наверное, никто не знает. Записка Циолковского в 35-м году. Юрий Гагарин родился в 34-м, в 35-м. Геон говорит, я как сейчас вижу, кто будет первый человек, кто полетит в космос. Это будет русский человек. Это будет советский человек. Это будет непременно летчик. Полный отваги и мужества. Этот будет человек с открытым русским лицом, с голубыми глазами. Это он написал в 35-м году, когда Юрию было один годик. Я могу сказать, что ни Сергея Павловича Королев, никто этот документ не видел, потому что он появился только два года тому назад. Значит, что-то предначертано судьбой. Когда я первый раз его увидел, это было 4 октября 59-го года, в госпитале, где я вместе с ним прибыл на комиссию, сидел передо мной человек по пояс раздевшись, жарко было, натоплено, пижама на спинке висела. Читал книгу, посмотрел, и у меня до сих пор в глазах вот его облик, открытое лицо, голубые глаза. Я потом много его рисовал. Они искрылись. И они обыкновены на доброта и улыбка. Я потом разобрал, в чем улыбка. У него кончики губ, немножко поднята, так, кверху. Этим наградил он и свою дочку Лену, этим наградил и внука Юра тоже, вот этот образ. Но он читал Хемингуэя, «Старик и море». Вот сразу появилась какая-то у меня симпатия к этому человеку. А потом дальше, так он учился, ведь все эти годы и учился, и летал. Академия с отличием, золотой медалью. И попросил сразу в полярную авиацию, летчик-истребитель, полярной авиации. Это страшно сложно. Страшно сложно. Но он этого хотел. И здесь он первый день уже, говорит, да мне побыстрее пройти комиссию, и опять на север надо сдать на класс. Сейчас, говорит, погода такая сложная, надо полетать. Вот первое впечатление. А дальше депутат Верховного Совета. Он был. У него на столе осталось четыре письма, которые он не отправил. Ну, гигантская переписка была. Гигантская. То есть, у них необыкновенные обязательности. Внутренние физические силы большой. Будучи ростом 165, он играл капитаном баскетбольной команды, в волейбол, в нападении выходил, прыгучесть такая, необыкновенная. Вот это все сочетание этих чисто внутренних качеств, внешней, обаятельной, и умения работать с людьми. О том, что полет Юрия Гагарина был освещен пасхальным светом, мы говорим с дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Алексеем Архипычем Леоновым. 20 нас человек было. Из трех тысяч отобранных. Из трех тысяч. В возрасте до 30 лет, летающих на последней супертехнике. Во всех условиях. Вот какое было требование. Самые здоровые. Только 20 из трех тысяч. Значит, если зубы больные уже не брали, зрение 0,9 не брали. Хотя это глупость, потом мы это все изменили несколько. Но ведь прошло 55 лет, и первый отряд космонавтов, они ушли только по возрасту. Или погибели. Они по болезням. Они по болезням. Стоял вопрос, кто же разделили на две группы людей. Как? 170 сантиметров рост. Это первая группа, остальные, кто выше 170, во второй группе. У меня было 174. Я попал на корабли следующей серии. А здесь я был только инструктором. Паша Беляев, Володя Комаров, Валя Варламов. И я, мы были инструкторами на корабле «Восток». А готовились ребята. А дальше вопрос, кто полетит? Надо посылать Юрия Гагарина. Это я могу сказать, кто. Паша Беляев так сказал. Так сказал Витя Горбатко. Так сказал я. А мы с ним сверстники. Он старше меня на два месяца всего лишь. Мы понимали и понимали задачи. Ведь он к этому времени состоялся просто как личность. Он больше пережил. Он был на оккупированной территории. Он уже понял, что такое свобода. Он понял, что такое труд. Вот я когда говорю детям, никто даже не может не поверить. Март 43-го. Весна. Приходит председатель колхоза Канни Тимофеиной. Мама Юрия Гагарина. Аня, хлеб нужен в стране. Армии хлеб нужен. Вот четыре мешка зерна. Ты должна вырастить хлеб. Иван Петрович. У меня не только лошади. У меня коровенки нету. Ничего. Все позабирать. Ты сильная женщина. У тебя дочь старшая. Зоя. 17 лет. Сын 14 лет. И еще подросток. 9-летний Юра. И вот картинка. Значит, Анна Тимофеевна. Хомут. Справа Зоя. Слева Валентин. И Юра. 9-летний мальчик. За сошками плуга. Спахивает. Посадили. Вырастили. Сдали. Стране. Зерно. Пухли от голода. Все до зернышка отдали. Вот Перовская тройка. Вот он почувствовал эту землю. Он понимал, что он делает, Юра. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Родился на искренно русской земле в Смоленщине. От природы Ник Бакнена восприимчив, с очень высоким интеллектом. Я когда готовился, вдруг он мне говорит к полету. Очень сложная подготовка была. Слушай, давай поедем в Карелию. Я говорю, как в Карелию? А это? Да ничего, я сделаю, договорюсь. Четыре дня тебе дадут. Он был командиром отряда. Он тогда уже думал не о себе, он думал обо мне. Как бы я не сорвался. Мне даже в голову не приходило, что он делает-то для меня. А я думаю, да, ему хочется, чтобы я ему компанию составил. Да, я охотник, и он охотник. А потом еще говорит, слушай, давай, когда уже самый разгар, 64-й год, август, месяц, возьмем светло, валим на катере, пойдем на Московское водохранилище. И говорит, да у меня отпуска нет еще. Оформим. И там поживем недельку. И сделал, согласовывая с ведущими врачами, вот мне такую неделю расслабились хорошо. Пожили на природе, питались тем, что добывали. Вот в нем были зачатки этого командира. Все находило необыкновенное сочетание в этом человеке. И несмотря на то, что вот всего лишь прожил так мало, 34 года, я вспоминаю его слова перед стартом, когда он сказал, «Жизнь моя – это одно прекрасное мгновение. Вся жизнь». Дорогие друзья, близкие и незнакомые, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Да, вот мы сейчас говорим о том, что облик Гагарина был освещен пасхальным светом, ибо полет состоялся в светлую пасхальную сельницу. Вы знаете, у меня вот в журналистском архиве уцелело одно свидетельство. Оно, правда, пришло ко мне от Виктора Александровича Никитина, такого художника-мунтипликатора, очень известного. Рассказал ему об этом его отец, что однажды он присутствовал на собрании, уже были хрущевские гонения на церковь, где выступил в том числе и Юрий Гагарин, и он сказал, что надо не разрушать церковь, а восстанавливать. И когда к нему подошли журналисты и спросили, а вообще зачем он об этом говорит, кто его попросил это сделать, он сказал, что никто не попросил, он это говорит от себя. Был ли Юрий Гагарин верующим человеком или сочувствующим церкви человеком? Я думаю, первое, вот в то время говорить какие-то слова о защиту церкви, о защите храма в первую очередь, надо иметь очень большое мужество, смелость и не бояться, что с тобой кто-то что-то может делать. Юрий Гагарин понимал, что у него такое положение, но самое главное, что совесть и честь ему позволяла об этом говорить. Он вырос в городе, где видел, как на его глазах был разрушен два храма в городе Гжатске. И у него свое отношение к этому было. Разрушены были два храма в его городе. И он-то понимал, что это было сделано жестоко, глупо. Немцы не разрушили. А последний в Москве разрушен был храм Преображения на Преображенской площади в 64-м году. Это последний день, Аня Хрущева. Его в прошлом году восстановили. Вот и говорили тогда нам, мы уже взрослые были люди, понимали, что он стоит в храм на ветке метро, и мы, как лохи, всему это верили. А ветка метро 500 метров, да еще по внешней линии на Преображенской. Это вот нагло обманывали, врали, разобрали эту церковь, а сейчас его восстановили. То есть, в принципе, такой эпизод мог... Да, это я знаю. Это очень похоже на Гагарина. Это было действительно, что он говорил, что надо восстанавливать, а не разрушать. Жизнь показала, что и восстановили одно, и второе, и третье. Значит, он по своему интеллекту и по честности был выше тех, кто руководил этим всем делом, занимая высочайшие посты в нашем государстве. А мозгов-то не было. Если бы они так подумали, чуть-чуть вперед, то вы многому-многому избежали. О том, что полет Юрия Гагарина был освещен пасхальным светом, мы говорим с дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым. Христос воскресе и смертью, смерть и смерть волна, Иисус, и вовремя, и Бог конова. Христос воскресе и смертью, смерть и смерть волна, Просто вот это совпадение, первый полет в космос Юрия Гагарина, именно на пасхальной седмице, под возглас Христос Воскресе, оно говорит о том, что, наверное, все победы, которые совершаются в нашей стране, нашим народом, они так или иначе промыслительны. Они связаны с промыслом Божьим. Знаете, меня еще какой факт тоже поразил, такая духовная деталь. Ведь 12 апреля от Пасхи это был четвертый день, потому что в 1961 году Пасха пришлась на 9 апреля, она была ранняя. Если мы откроем Писание по книге Бытия, небо, как твердь небесная, тоже была создана на четвертый день. Но если учесть, что воскресение Христово как бы тоже начало новой эры, новая точка отсчета, новая тварь, как будто кто-то специально назначил день, 12 апреля, читая Писание, читая Бытие, на четвертый день от Пасхи. Мы ничего в это время не знали и не понимали. Юрий полетел по готовности корабля. И 108 минут. Я вспоминаю слова, которые написал смоленский поэт вот в этот день, 12 апреля. От радости сердце сжималось, бурлила восторгов река. 108. Какая же малость, но в них спрессовались века. Вот смысл. Он шел никуда. Он шел туда, кто никогда не был. Шел от жены, от детей, от народа. Что будет, никто не знает, в чем величие подвига. Сейчас мы можем летать и тысячи дней, но тогда-то этого никто не знал. Им надо было вступить в какую-то яму, не яму, никто не может сказать. Прилетишь, расскажешь. Прилетишь, расскажешь. Он мог летать тогда не только один виток, это просто боязнь была, что вдруг что-то произойдет. А вдруг? Правильно. Потому что мы не знаем воздействие той среды, в которой он оказался, на мозговую деятельность человека, в общем, целом, на организм. Что это такое и как? Потом стали смелее, а потом пошли уже мы на суточный полет. А вначале-то виточек один. Но какой? Какой виток? А вы сами-то как встретили этот первый полет в отряде космонавтов? Как отнеслись к этому празднику прорыв в космос? В отряде. Мы все были задействованы в этом полете. Все. Тогда не было центра управления полетом. Поэтому все космонавты разъехались по крупным городам, где стоялись связные станции. Связь осуществлялась на длинных, коротких, средних и ультракоротких волнах. Вот я был послан на Камчатку заряд 3 в Елизово. Он выходил, вышел на связь и ушел от меня. Вот здесь он запрашивает, какая моя дорожка. А было четкое указание без разрешения Москвы на связь не выходить. Даже это глупость. Для того, чтобы ответить, мне надо было по земному кабелю спросить Москву, а можно ли я поговорю с Гагарином. Этого нельзя. Оператор нажал на тангенту. Я говорю, да скажи, что все нормально. Он мой голос услышал, говорит, все понял, привет блондину. У меня подпольная кличка блондин. Я узнал, что я на Камчатке. Привет блондину, я пошел. Вот такая была короткая связь. И он ушел из зоны связи, чтобы над Африкой включить тормозную двигательную установку и приземлиться в районе Волги, Саратова. Интересно, он учился в Саратове, летал на этом аэродроме аэроклуба и после космического полета приземлился на этот аэродром. Ну а потом-то водочки можно было выпить в отряде космонавтов за наш успех? Мы, конечно, во-первых, был очень большой прием устроен правительством, где на этом приеме Москва 14 апреля это было. Температура была 20 градусов. Я прилетел с опозданием. Выхожу, когда пассажиров привозили на площадь у музея высаживали исторического. Я выхожу и не могу понять, что. Кругом идут, поют, с цветами идут. Я говорю, а то, что произошло? Что такое? Что, с неба свалился? Гагарин! Гагарин в космосе был, вернулся сейчас. Митинг был! А я говорю, да я с Камчатки. А в Оське, в Оське банки краба Камчатки, да видно, что праздновать. Вот как это было. Был большой митинг на площади, потом прием устроило правительство. Ну, а поскольку я дальше всех находился, я просто опоздал на этот прием, и я не был. То есть, вы все слетелись с разных концов страны праздновать праздник? Интересно, что везде была разная погода. И дождь был, и ливни были, а у всех осталось почему-то в памяти солнечный день яркий. Вот на Камчатке точно был яркий солнечный день. Копель шла, снег, глаза резал, и команда была свободным от вахти выйти и продолжать наблюдение. Вот. А в центральной части дожди были, однако все приехали, говорит, солнечная погода была. Такой был праздник внутренний, большой. А так, что произошло? Это новое напротивление деятельности всего человечества. Теперь это уже не остановить. Человек вырвался за пределы земного тяготения и дальше пойдет. Дальше. Я космонавт. Все работает нормально. Все работает нормально. Пора полетки. Вспомнилось, что писали. Никто не в состоянии точно предсказать, каково будет влияние космического пространства на человека. Известно только одно. Человек в космосе будет ощущать скуку и одиночество. Нет, я не ощущал скуки и не был одинок. Поехали! В 1961 году Пасха пришлась на 9 апреля. Она была ранняя. И получается так, что Юрий Гагарин в космос взлетел на светлой пасхальной седмице. О том, что полет Юрия Гагарина был освещен пасхальным светом, мы говорим с дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Алексеем Архипычем Леоновым. Вот мы говорим о том, что Гагарин взлетел под возглас Христос Воскресе. Вы говорите, счастливая случайность этот четвертый день пасхальной седмицы, когда было произнесено «Поехали!» Весь мир увидел эту гагаринскую улыбку, а кто-то скажет «Промысел Божий!» И я знаю, что вы всю жизнь мечтали построить храм на месте гибели Гагарина, и вам удалось осуществить эту мечту. Расскажите, как это произошло? Катастрофа произошла где-то на расстоянии метров 900 от храма Свято-Андреевский приход. Храм, построенный Александром II, царем, под патронажем в память о погибших героях войны 12-го года. Он его строил, контролировал. Когда искали место гибели, то проходили мимо этого храма, он был вообще брошен и полностью. Крыша разрушена, колокольня разрушена, окна выломаны, двери выломаны. Это под Киржачом, Владимирская область. Это Новоселово, деревня Новоселово. В ужасном состоянии. Но я это посчитал символом. Раз это последнее место Гагарина. Ведь могила не в стене Кремлевской, а там, весь на этой Киржачской земле, там пролилась кровь одного и второго. Я решил, что мы, если нормальные люди, мы должны замолить грехи наших отцов, дедов, восстановить этот храм и включить его в эту вот могилу общую или как символ, что здесь вот внутреннее такое вот желание было. Я нашел сподвижников. Есть у меня Андрей Николаевич Косогов, работник нашей группы Альфовской. Ему сегодня, кстати, 55 лет, Андрюше. Есть еще Влад Маскальчук. И мы начали заниматься. Восстановили крышу. Купола сделали золотые. Восстановили полностью колокольню, которая была разрушена. Он состоит из трех частей. Вот летний храм полностью расписывается. Я вот неделю тому назад там был, смотрел, как идет роспись. Ребята работают день и ночь. На потолках шестиметровые потолки, надо вести роспись. Все это я утвердил заранее. И они в соответствии с утвержденными эскизами все это расписывают. А вот главный зал там высота 20 метров. Это только вверху остались фрески чуть-чуть целые. Потому что, прости меня Бог, жгли костры и от огня они почернели все. А самое главное его просушить. Мы уже три года сушим главный зал. Я сказал, четыре пазухи, из которых выкачали по полторы тонны воды. угловые пазухи, туда вода попадала. Но нашли полностью оригиналы окон, дверей. Двери сохранили. Я сделал, декорировал новым деревом, но оставил то, что было раньше, 150 лет тому назад, даже больше, 170, железную связку этих крючей оставил. Поехали! смертью смертью полка несущего прозвища уже летняя часть храма будет принимать людей, там будет служба, хотя мы раньше там уже проводили службу. Освящен в честь Андрея Первозванного? Свято-Андреевский приход, так называется. Девять колоколов отлили. Самый большой колокол Юрий Гагарин, Георгий, 960 килограмм колокол. Каждый колокол имеет имя погибшего космонавта. Все это сейчас звучит, и при на каждом митинге 27 марта я даю возможность всем выступить, потом выступаю сам. Призываю внимание, и сейчас вы услышите голоса наших друзей, ушедших от нас. 27 марта это день гибели Юрия Гагарина. И начинается служба. Мы приглашаем каждый раз из Загорска звонаря главного, и он нам это делает. Тысячи людей, и надо смотреть, как на них это все производит впечатление, какое. Стоят в полной тишине, дрожь по телу проходит, а не слышат голоса ушедших. Вот какое воздействие колокол. Колокол Юрия Гагарина. Да. Как связь с ним через колокол, через храм. Вообще лучшего памятника Юрию Гагарину, чем возрожденный храм, наверное, придумать нельзя было. Да еще с колоколом в честь его имени. А кто приезжает в этот день? В этот день институт КГБ или МВД из Владимира приезжает постоянно отряд космонавтов, полк Серегина, приезжают школьники с Москвы, много очень школ. А сейчас мы создали фонд создания мемориала гибели первого отряда космонавтов во главе с командиром отряда Юрием Гагарин. И этот мемориал предусматривает палубу авианосца в конце взлет самолета МиГ-29, стела, часовня, церковь. А по этой дороге к месту к стеле треугольники стоят из гранита. На каждом треугольнике имя. 20 треугольников. Допустим, Аникеев Иван Николаевич. Внизу капсула с землей с места его захоронения. И так 20. В павильоне будут стеллы. На каждой стеле бюст погибшего человека. И кто он? Это Новоселова, деревня Новоселова, 13 километров от города Кирилл. То есть фактически это недалеко от храма? Это 900 метров от храма. Я вначале это начал создавать как мемориал Гагарина Серегина. А потом однажды мне пришло в голову почему этих-то людей нету. А это они одного набора они сделали все, как Юрий Гагарин, он командир. И там должны быть следы этих людей, которых никто ничего не знает. Пусть будут знать, кто такой Никеев, кто такой Филатев. ребят-то нет, они погибли. Большое дело вы сделали, сохранив эту память большое. И, наверное, храм действительно чудесное завершение земного пути человека, который взлетел в пасхальную седмицу впервые в космос. И его полет, наверное, поэтому был обречен на успех, потому что в том числе кроме великолепной подготовки этого полета еще и в наших храмах звучало Христос Воскресе, то есть шла молитва пасхальная. Христос Воскресе и смерть и смерть и смерть полдра Исущий Бог Бежий Бог Дорога Христос Христос и смерть Вообще лучшего памятника Юрию Гагарину чем вот возрожденный храм наверное придумать нельзя было Вы знаете удивительно что это все возле киржача где существует парашютная база и где многие начинают в общем ребята которые мечтают быть летчиками Мы занимались прыжками на базе в Энгельсе ну там степная часть и очень неустойчивая погода и вот в 62 году стал вопрос что делать значит тренироваться надо но где решили это сделать рядом с Москвой в Киржаче и сейчас Киржаче это центр дирижабле строения уже два года 27 марта во время митинга над нами летает дирижабль и в общем это все превратилось в такой научно-технический центр самых передовых технологий вот память об этом человеке я знаю что это ведь не первый храм который вы возродили в России есть еще храм возрожденный вами в Сибири далеко отсюда Кемерово по инициативе Аман Гумирович хотя он сам мусульманин Аман Гумирович Штулеев мне сделали в Мариинске часовню в память о погибших узников Сиблаго где мой отец тоже сидел я туда приехал Сибирский лагерь это же ваша малая родина да вот что такое Кемерово это Сиблаго где сидел Ленин вот эти это одно было это политические были преступники политические те кто был не согласен они их туда ссылали до революции их не расстреливали да в 19 Мариинск в Мариинске раньше появилось кино чем в Москве чем в Питере там были очень умные люди сосланные там есть и церкви и мечети и кирха тоже есть потому что сосланные всякие но что до 18 года не было расстреляно ни одного человека а с 18 по 53 расстреляно 200 тысяч где похоронены не знают как не копнешь так скелет как не копнешь проклятая земля стоят землянки где жили заключенные каждый может подойти и ударить в рельс болтом сказать я здесь был я здесь был каждый может посадить там дерево приехать и посадить дерево в честь погибших а вы храм помогали строить или просто приезжали на его освящение я восхищался этим но что я там прочитал и это суть вот всех вопросов которые вы мне задаете отец владимир расстрелян в 54 году без бога нация толпа обремененная пороком или глуха или слепа еще страшнее жестока и пусть любой вошедший престол глаголящим высоким слогом толпа останется толпой пока не обратиться к богу вот это все про наш народ или слепа или глуха и самое страшное жестоко мы ведь так поступили так жестоко сами с собой сами с собой а когда вы это стали понимать ведь многие люди из вашего поколения так не считают я стал понимать когда стали доступны документы расстрельные Бутова вот я стал задавать вопрос ну хорошо власть надо сохранить а зачем людей убивать те тем более зачем неповинных вот просто по доносу ведь это господствовала фискальность да донесите как вот с моим отцом поступили да без суда и следствия сразу в тюрьму мать выбросили с восьми дитями девятом положении учительница выгнали дом отобрали ничего нет еще пришли с меня с трехлетнего штанишки сняли соседи откуда эта жестокость она их учила преподавала и вдруг вот так вот получила но это же было везде это не только мы пострадали это везде так было царь которого мы называли кровавый там а здесь двести тысяч расстрелян и где они никто не знает и за что вот здесь начинаешь думать и все это величие Иосифа Виссарион сейчас Сталина он размазывается кровавыми преступлениями против своего народа ради чего побойтесь Бога о том что полет Юрия Гагарина был освещен пасхальным светом мы говорим с дважды героем Советского Союза летчиком космонавтом Алексеем Архипычем Леоновым сейчас когда за плечами огромный жизненный путь что главное в жизни как вы поняли эту нашу жизнь земную для себя в конечном итоге для человека главное это семья ага вот так не будет семьи не будет человечества и не надо земли ничего вот главное вот Бог должен помогать чтобы человек оставался человеком и чтобы за ним тоже остались те созданные по подобию человеческому разумные которые должны продолжать род земля без людей это Марс хорошая метафора земля без людей это Марс это так что бы вы хотели пожелать аудитории что всем пожелать первое жить по своей совести совесть человеческая это мерило его сознание мерило участие во всем человек бессовестный он может свалиться куда угодно совесть это и порядочность но это одно слово на русском языке жить по совести ну а а ну ну Субтитры создавал DimaTorzok